МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. О практически тотальной вырубке кустов и деревьев в 15-м микрорайоне около перекрестка улиц Коминтерной и Социалистической рассказали местные жители. На месте побывала наша съемочная группа. Этот участок для местных жителей выглядит непривычно. Еще бы, ведь буквально несколько дней назад здесь зеленели кусты молодые деревья. Сейчас торчат свежие дни. По словам людей, в среду и четверг некие граждане пилили насаждения. На вопрос, кто дал разрешение, ответили чиновники администрации. Неравнодушным активистам удалось найти проект так называемого благоустройства этой части 15-го микрорайона. Выглядит относительно цивилизованно. Вот только на картинке позади будущего строения растут деревья, которых в реальности уже нет. А потому активисты предполагают, на очищенном от растительности поле, кроме павильона, возведут что-нибудь более масштабное. Ведь очень часто в последние годы все относительно свободные от жилых домов участки и становятся строительными площадками. Альберт Домни, Новости 360, Ангарск. Фальшивомонетщика с пачкой поддельных пятитысячных купюр задержали в Ангарске. На всех банкнотах нанесен один и тот же серийный номер. Одну из них обнаружили продавцы магазина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который предположительно оплатил покупки. 32-летнего гражданина задержали, когда тот попытался расплатиться подозрительной купюрой с водителем такси. Следователями следственной части Следственного управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка и избыт поддельных денег», санкция за которой предусмотрена до 8 лет лишения свободы. В ходе обысков в квартире у подозреваемого обнаружено еще 42 поддельные купюры номиналом 5000 рублей, имеющие единый серийный номер. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения арест сроком на 2 месяца. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при обнаружении поддельных купюр не пытаться их сбыть, так как это влечет уголовной ответственности. Средства индивидуальной мобильности. Профилактическую акцию с таким названием проводят ангарские госавтоинспекторы. Накануне они побывали на набережной. Согласно статистике, жители Иркутской области стали арендовать электросамокаты в 7 раз больше по сравнению с прошлым годом. И чаще всего передвигаются на них сограждане в возрасте от 25 до 44 лет. В основном мужчины. Соответственно, растет и количество происшествий. А потому необходимо помнить, этот двухколесный транспорт – не игрушка, а полноценное средство передвижения. Особенно должны задуматься родители, стоит ли давать электросамокат несовершеннолетним. Дети не должны быть на общих дорогах пользования. Где есть машина, он ребенок не понимает, несет ответственность, когда встает на самокат. Он не понимает, что машина – это не какой-то там вид транспорта, который резко может на месте остановиться. Он выезжает на дорогу, переезжает через пешеходные, пешеходы не спешиваются. Поэтому я считаю, что введение закона о том, чтобы в первую очередь встал на самокат, должен иметь при себе права, это будет правильно. В ходе акции полицейские уделяют особое внимание водителям электросамокатов Сигвеев, Гидроскутеров совместно с юными инспекторами движения. Они напоминают гражданам о соблюдении дорожных правил. Ведь относительно недавно в Ангарске зафиксировали два случая травмирования несовершеннолетних. Я считаю, надо проводить профилактическую работу, потому что увеличились аварии на электросамокатах, в том числе для несовершеннолетних. Напомним, за нарушение правил водители ИСМ могут привлечь к ответственности. Но главное все-таки не боясь штрафа. Надо делать так, чтобы не получить ранения самому и не травмировать других. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Грамотное обучение и профессиональные инструкторы. Профи в 19, 6, 29 и 12 А микрорайонах в 182 и 73 кварталах. Автошкола профи. К нам приходят, от нас уезжают. Инновационный медицинский центр «Витал Плюс» по праву считается лидером лазерных хирургических технологий в Ангарске. Современные УЗИ-диагностика, лаборатория и операционная. Консультации ведущих специалистов ежедневно в удобное для вас время. «Витал Плюс». Звоните 58 34 58. Мы можем дать вам способности, о которых другие могут только мечтать. Fly People. Уважаемые любители спорта. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивной школы «Ермак» производит набор детей 2018-19 годов рождения на отделение хоккея с шайбой. Запись производится по телефону 54 50 15 8 902 769 23 82 8 952 615 55 77. Тренер Павел Евгеньевич Баженов. Занятия будут проводиться бесплатно. Школа «Ермак» также обеспечивает юных хоккеистов спортинвентарем и амуницией. Приводите сына или внука. Откройте для него огромный мир спорта. Сделайте его здоровым и счастливым. Более двухсот новобранцев из Иркутской области будут служить в подразделениях Росгвардии. Первая партия из 15 юношей уже отправилась к местам дислокации. Что ждет защитников Отечества далее. Весенняя кампания продолжается. До ее окончания из разных уголков Иркутской области на службу отправится около 3000 молодых людей. Как отмечают специалисты, сейчас, как только объявляют о начале призыва, парни сами приходят в военные комиссариаты, зачастую не дожидаясь повестки. Разумеется, новобранцы попадают в разные родовойск. Подразделения Росгвардии входят в число востребованных. Я считаю, что служба должна быть обязательной. И как бы каждый мужчина должен ее был пройти. Был очень рад, что попал в Росгвардию элитные части. Все родные для меня рады, что попался в эту часть. С коллективом мы уже собрались. Организовали какую-то маленькую группу. Хотя у нас и 15 человек, но мы уже держимся, как, грубо говоря, братья. Сейчас из сборного пункта отправились полтора десятка призывников. После прохождения психологического и медицинского обследования их обеспечили комплектами военной формы, индивидуальными рационами питания на весь путь следования. В этот призыв части Росгвардии из Прибайкаля отправятся более 200 человек. По окончании срочной службы у каждого будет возможность подписать контракт в подразделениях, расположенных в том числе в Ангарском городском округе. По окончанию службы каждый военнослужащий найдет свое место в рядах войск национальных гвардии в качестве сотрудников подразделения полиции специального назначения или подразделения вневедомственной охраны, а также воинских частей оперативного назначения и воинских частей по охране важных государственных объектов. Напомним, весенний призыв в Ирхутской области завершится 15 июля. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Свой профессиональный праздник отмечают 31 мая. Сотрудники отделов по делам несовершеннолетних. Ежедневно они оказывают помощь детям, чьи родители не справляются с возложенной на них ответственностью за ребенка. Работают с трудными подростками и разбираются с проблемами семейного неблагополучия. Наши журналисты пообщались с майором полиции Ксенией Елипифановой, которая в этой профессии уже 13 лет. Ангелы в погонах – так называют тех, кто избрал своей судьбой помогать детям и их родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних – это не просто сотрудники полиции, а в первую очередь учителя и психологи в одном лице. Они заботятся о мальчишках и девчонках, попавших в сложную жизненную ситуацию, становятся наставниками для родителей воспитания чада. Ксения Епифанова пришла в профессию 13 лет назад. С детства мечтала работать с детьми. Поступила в педагогический университет и после успешного окончания несколько лет проработала в школе учителем английского языка. Позже решила связать свою жизнь с системой МВД и устроилась в отдел по делам несовершеннолетних. Теперь помощь детям – дело ее жизни. На самом деле положительных результатов у нас много. За 13 лет моей службы у нас был несовершеннолетний, состоящий на учете по совершенным им кражам. Проживал он в интернате. Сейчас данный несовершеннолетний уехал в другой город. Женился, у него двое детей. Мы до настоящего времени с ним поддерживаем связь. И он устроился на хорошую работу. То есть я считаю, что профилактическая работа дала ему все-таки в положительное русло, мы его направили. И сейчас у него сложилась жизнь в дальнейшем. То есть для инспектора все-таки лучшая награда, когда его подопечный встает на путь исправления. Основная задача инспекторов – профилактика детской и подростковой преступности, а также выявление семей, находящихся в социально опасном положении. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы со школьниками, организовывают работу с родителями или законными представителями ребенка, не исполняющими обязанности по его воспитанию. Проводят профилактические рейды и операции. Сегодня на учете в ПДН в отделе полиции номер один по ОГО состоят 128 несовершеннолетних, над которыми шествует 8 инспекторов. Педагогическое образование очень помогает, потому что нужно найти подход каждому ребенку, подобрать слова, проявить коммуникабельность, деликатность и чуткость. Именно эти качества помогают сотруднику по делам несовершеннолетних осуществлять свою задачу. Главная задача сотрудников ПДН – помочь трудному ребенку и его семье встать на путь исправления. И даже свой профессиональный праздник они проводят за работой. Поздравляю инспекторов по делам несовершеннолетних с профессиональным праздником. Искренне желаю крепкого здоровья, терпения, профессиональных успехов и благополучия. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Целое представление устроили бойцы и офицеры Ангарского полка оперативного назначения на территории городской детской больницы номер один в канун Дня защиты детей. А военный оркестр исполнен для мальчишек и девчонок и персонала мелодий из известных мультфильмов. Маленькие пациенты быстро собираются около здания больницы. На улице солнце, а в гости к ребятишкам пришли представители Ангарского полка оперативного назначения. В России День защиты детей отмечают ежегодно 1 июня уже свыше 70 лет. В преддверии этой даты военные оркестры Росгвардии традиционно радуют юных ангарчан. Специально для них с импровизированной сценой звучат мелодии из известных всем мультфильмов. Как отмечают медики, в условиях карантина ребята лишены привычного им образа жизни. Поэтому даже такой маленький праздник от военнослужащих дарит мальчишкам и девчонкам положительные эмоции. Дети, когда находятся в стационаре, то в любом случае любые мероприятия для них интересны. У нас есть здесь и педагоги, есть и детские комнаты, где они могут заниматься творчеством и отвлечься от лечебных мероприятий, процедур. Ну а накануне Дня защиты детей уже традиционные вот эти вот встречи с Росгвардией, с оркестром, они уже в памяти. И, конечно, мы и сотрудники, и наши пациенты ждем этого мероприятия. Кроме популярных мелодий в исполнении военного оркестра, представительница оперативного полка спела несколько песен. А специалист кинологической службы развлекал маленьких пациентов вместе со служебной собакой. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Сокращать рабочий день из-за жары предлагают в Госдуме. Авторы идеи отметили, связанные с условиями труда предложения Роспотребнадзора носят лишь рекомендательный характер. И свыше половины работодателей их не выполняют. Депутаты же хотят сделать их обязательными. В пояснительной записке к документу сказано, что при температуре воздуха 28,5 градусов рабочий день должен быть меньше на 1 час. Если помещение еще жарче, на 2 часа и более. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для ангарчан, но и для ангарчан, но и для ангарчан. Знаем, как запустить мозг ребенка, чтобы ребенок хорошо запоминал, быстро мыслил, умел сконцентрироваться на главном и стремился к новым знаниям. Школа «Сарабан» работает по адресам. 88-й квартал, дом 26. И 14-й микрорайон, дом 1, здание ДСАФ, офис 115. Телефон 8 950 072 45 42. Летняя школа «Сарабан» легко, весело и интересно научит вашего ребенка. Слушать, думать, запоминать, читать, считать и поверить в себя. Работают курсы. Ментальная арифметика, спидкубинг. Научим читать за 15 занятий. Подготовка к школе, каллиграфия, таблица умножения за 15 уроков. Первое занятие бесплатно. Запись уже идет. А теперь о погоде в Ангарске. В субботу переменная облачность. Днем 20 градусов, ночью 7 градусов. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!